Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. Мы работаем для вас в прямом эфире. Сегодня предлагаю поговорить о нашей с вами безопасности. У меня в гостях начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дешкин. Сергей Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Подходит к концу 2020 год. Все подводят итоги. Как у нас на территории муниципалитета обстояли дела? Увеличилось ли количество возгораний или наоборот удалось улучшить статистику по сравнению с прошлыми периодами? За истекший период 2020 года на территории Ленинского городского округа произошло 404 пожара. За аналогичный период прошлого года произошло 449 пожаров, что составило снижение на 10%. Мы в этом году снизили показатель по количеству пожаров. На пожарах погибло в этом году 2 человека. В прошлом году гибель составила 6 человек. Снижение также добились в 3 раза. Травмированных в этом году было 7 человек. Получили ожоги и различные степени повреждений в результате пожаров. В прошлом году было также травмировано 7 человек. Вместе с тем, хочется отметить, что с начала декабря текущего года произошло ухудшение обстановки с пожарами. Количество пожаров в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличилось. Так, с 1 декабря 2020 года по сегодняшний день произошло на территории Ленинского городского округа 25 пожаров. В прошлом году за этот период было всего 7 пожаров. Поэтому это более чем в 3 раза увеличение. А это связано с тем, что сейчас зима пришла, холода, а в прошлом году уже было тепло. Это с этим связано, с погодными? Да, конечно. Погодные условия и температура окружающей среды влияют на пожарную безопасность. В плане того, что люди раньше начинают отапливаться, применять в своей повседневной жизни какие-то обогревательные приборы не сертифицированные. Имеет место быть и такое. Происходит перегрузка электросети, то есть включают в одну розетку, в один удлинитель большое количество электроприборов, что приводит к перегрузке и к возникновению пожаров. Также происходит нарушение правил топки печей, либо устройства дымоходов печей, ну и тому подобное. То есть связано, в принципе, основная масса количества пожаров в зимний период. Вот именно в начало зимнего периода, в переходный момент к более низким температурам, связано, конечно, с обогревом людей. То есть люди начинают устраивать себе более, ну, как это и нормально должно быть, более теплые условия, да, и, ну, где-то они соблюдают те элементарные требования пожарной безопасности, и происходит пожар. О том, как правильно себя вести, меры безопасности в зимний период, в частности, в празднике, мы еще поговорим. А сейчас давайте обсудим такую тему. В следующем году грядет множество нововведений в части пожарной безопасности. И вот совсем недавно ваши сотрудники, наша съемочная группа выезжали на территорию муниципалитета и рассказывали людям о новых правилах. Давайте посмотрим сюжет на эту тему и обсудим более детально. Ознакомьтесь, пожалуйста. Обязательно, аккуратное и правильное обращение с пиртехническими изделиями. Наиболее пожароопасным временем года, вопреки расхожему мнению, считаются зимние и весенние периоды. Как показывает практика, основными причинами возгорания является несоблюдение жителями элементарных требований пожарной безопасности. Сотрудники МЧС отправились в очередной рейд в деревню Тарычево, чтобы не только напомнить жителям о технике безопасности, но и рассказать, какие изменения в законодательстве произойдут после Нового года. 1 января 2021 года вступает в законную силу новое обновленное правило противопожарного режима Российской Федерации. Которые утверждены постановлением правительства. Так, к примеру, разводить открытый огонь можно будет только в специально оборудованных местах – котлованах, ямах и рвах, а также в металлических емкостях, бочках и мангалах. В них можно сжечь собранную траву и ветки, а вот выжигать сухостой на полях и участках запрещено. На каком расстоянии ставить можно бочку? От забора? Для сжигания листы, бочку от заборов, от строений, от сооружений необходимо ставить на расстоянии не менее 5 метров. В постановлении правительства более детально расписано, как и где можно разводить костры и готовить пищу на открытом огне и сжигать отходы на территориях поселений и населенных пунктов. Требование к мангалам следующее – 5 метров от зданий, сооружений, строений должно выдерживаться не менее 5 метров. И радиус очистки, то есть от сухой травы под мангалом получается, либо каких-то деревьев сухих и так далее, горючих предметов и материалов, радиус очистки от этого 2 метра. Жителям еще предстоит разобраться со всеми нюансами новых правил. Вопросов сотрудникам МЧС задавали много. Но в целом такие нововведения они оценивают положительно. Считаю, что разрешили разжигать листву – это плюс. Потому что у нас листва, действительно всегда есть листва, ветки. Их нужно как-то утилизировать. Поэтому вот эти правила новые – это хорошо, это плюс для нас. Если соблюдать все правила, которые установлены МЧС, пожарной охраной, то пожаров не будет. И в каждом доме положено вообще иметь два-три огнетушителя. А у вас? У меня лично два. Параллельно над пожарной безопасностью жителей работает и Центр соцзащиты населения. В домах и квартирах многодетных семей, а также жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, устанавливаются пожарные извещатели. Эту работу проводят органы госпоженодзора, секторы отдела ГОЧС, как я уже говорил, и наши сотрудники. Вот совсем недавно мы устанавливали пожарный извещатель, участнику Великой Отечественной войны, Кузьмичев Павел Михайлович. Сотрудники МЧС призывают быть особенно бдительными в период новогодних праздников и слюдать все меры противопожарной безопасности. Ведь любой пожар легче предотвратить, чем потушить. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Сергей Владимирович, получается, что теперь даже под вопросом святая святых, это шашлык на своем участке. Давайте начнем с этого момента и вообще обо всех нововведениях. Расскажите. Вы знаете, Екатерина, святая святых, даже наоборот, более новые правила противопожарного режима конкретизируют тот метраж, который необходимо соблюсти при приготовлении пищи, либо шашлыка в том числе. Дело в том, что в действующих сейчас правилах противопожарного режима было сказано, что разводить костры, неважно для чего, разрешено было не ближе 50 метров от сооружений, зданий, строений. То в новых правилах противопожарного режима прописано о том, что разведение костров, ну и в частности, если мы говорим о кострах для приготовления пищи, оно допустимо в специально оборудованных местах на расстоянии 5 метров от строений, зданий и сооружений. То есть, что значит специально оборудованное место? Ну, это та емкость, мангал, жаровня, либо иная какая-то емкость, предназначенная и приспособленная для разведения костра, чтобы огонь и, соответственно, зола от костра потом в дальнейшем, она не смогла выпасть за пределы определенной зоны. Данная вот емкость, она должна быть установлена на ровную поверхность и иметь радиус очистки под этой емкостью. Должна быть очищена земля от сухой травы, там каких-то, либо, может быть, иных горючих предметов на диаметре 2 метра. Поэтому, ну, здесь, наоборот, получается, что здесь более понятно и ясно, что наши жители населенных пунктов, садовых товарищей, они могут, соответственно, готовить пищу при этих условиях, при соблюдении этих условий, не нарушая никаких требований пожарной безопасности. А вот, например, листва, можно ли развести и сжечь листву на самой участке? Ну, понимаете, дело в том, что, смотрите, вот новые правила противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, утвержденные по основлению правительства 16 сентября текущего года 2020-го за номером 1479, они регламентируют то, что можно производить сжигание, там, ну, либо сухой листвы, горючей каких-то тары, там, еще чего-то, тоже в специально отведенных, вернее, в специальных емкостях, но которые должны... Должны... Это, как правило, обычные садоводы используют бочки. Данная бочка также должна устанавливаться на ровную поверхность, не иметь никаких сквозных прогаров, то есть полностью цельнометаллическое. И, значит, расстояние, которое нужно выдержать для сжигания вот листвы, каких-то порубочных отходов, либо иных каких-то сгоремых материалов, оно должно выдерживаться 25 метров на задании строения сооружений. Конечно, на садовых участках выдержать это расстояние сложно, но в населенных пунктах, в деревнях, где участки гораздо больше, это допустимая мера. То есть, вот такие правила нового противопожарного режима. Соответственно, в обязательном порядке человек, который производит, точнее, сжигание листвы, порубочных каких-то отходов, он должен иметь рядом с собой первичные средства пожиротушения в виде огнетушителя, либо ведро с водой. Все это должно быть обязательно установлено перед началом сжигания, расположено. Должен человек в постоянном режиме наблюдать, то есть за процессом горения, чтобы пламя куда-то не распространилось, не улетели искры и так далее. То есть все должно быть осуществляться под контролем. Также тот, кто производит сжигание, он должен иметь с собой мобильный телефон на случай того, что если все-таки какой-то процесс сжигания выйдет из-под контроля, то мог, чтобы вызвать пожарное подразделение. И в обязательном порядке должен иметься металлический лист, который должен полностью закрывать данную емкость. Если мы говорим о бочке, то есть металлический лист, который должен закрыть полностью емкость, чтобы не было доступа кислорода. И, соответственно, как говорится в простонародье, огонь задохнулся. Соответственно, произойдет затухание в этой бочке. Сергей Владимирович, а какие еще основные нововведения появятся в следующем году? Ну, знаете, ряд нововведений, в принципе, ничего категоричного, что-то не меняется. Все остается из, основное количество пунктов остается из правил противопожарного режима действующих. Где-то более детально все это разобрано, какие-то именно требования, которые некоторые могли понимать в правилах действующих по-разному, то уже в новых правилах более конкретизированы те или иные мероприятия, требования пожарной безопасности, которые необходимо выполнять. У нас сейчас не хватит времени обсудить все изменения. Одно из изменений вводится, как сейчас это будет актуально, в данный период времени, перед новогодними праздниками, в период новогодних праздников уже будут действовать в период новогодних праздников новые правила противопожарного режима, в которых одной из главой регламентируется порядок продажи, размещения и применения технических изделий. К этой теме мы еще вернемся. И вот, чтобы закончить материал о нововведениях, вот, наверное, и обновились и штрафы, да? В случае нарушения, что ждет граждан? Ну, в случае нарушения, требования пожарной безопасности, на граждан предусмотрены санкции такие. Ну, первая мера – это предупреждение. Если человек вину свою осознает, понимает, что нарушил, и эти деяния, нарушения не принесло никаких последствий, соответственно, то мы, как правило, стараемся применять наказание в виде предупреждения. Вот, ну, в некоторых случаях, конечно, приходится применять, если человек, ну, говорит, я и буду в дальнейшем так продолжать делать, правила для меня не существует, бывают такие у нас встречаются, то, ну, соответственно, применяется, человек не хочет, ну, не раскаивается в своем содеянном, да, и применяются уже штрафные санкции в виде штрафов. Штрафы варьируются от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей на граждан. В зависимости от условий совершения правонарушения, если это совершено нарушение условий особого противопожарного режима, то, ну, штрафная санкция доходит, ну, варьируется, в общем. А вот подобные рейды часто ли проводятся, где вы помещаете жителей? Вы знаете, у нас подобные рейды проводятся постоянно. На регулярной основе разрабатываются графики проведения рейдов, плановых рейдов, осмотров территорий, как в летний пожароопасный период, в зимний пожароопасный период, в общем, круглогодично. Данная работа проводится совместно с полицией, совместно с представителями социальной защиты населения. Также добровольные пожарные, члены добровольной пожарной дружины участвуют в проведении данных мероприятий, чтобы охватить как можно большее количество людей. В обязательном порядке привлекается у нас администрация Ленинского городского округа, сотрудники, тоже, во-первых, и начальники территориальных отделов, и сектор по делам гражданской обороны. Начальники территориальных отделов, они более знают свои территории, знают, где проживают, скажем так, где-то, может быть, малообеспеченные граждане, либо граждане, которые ведут антисоциальный образ жизни, такие у нас встречаются. Поэтому к ним мы, конечно, стараемся наведываться более чаще, потому что, чтобы предотвратить возникновение пожара, контролируем их, стараемся все им объяснить для того, чтобы не произошло беды. Я напомню нашим телезрителям, что у вас есть возможность задавать свои вопросы. Телефоны вы видите на экранах. Приближаются новогодние праздники. Это для вас напряженный и горячий период, конечно. Вот давайте напомним жителям о мерах пожарной безопасности в зимний период и в преддверии новогодних и рождественских праздников. Вы знаете, основные хотелось подсказать людям, чтобы, действительно, как было уже в сюжете ранее упомянуто, что очень хорошо оповещают и спасают людей, и очень на ранней стадии пожара оповещают, это автономные дыбовые пожарные извещатели, которые стоят не так дорого, но они очень своевременно сообщают о возникшем пожаре. То есть происходит какое-то задымление первоначальное, и срабатывает, соответственно, этот автономный дымовой пожарный извещатель. Он очень громкий звук издает, и, соответственно, если даже это происходит ночью, то человек просыпается и, соответственно, принимает меры либо к тушению пожара, если это где-то небольшой очаг, ну, либо к эвакуации из места пожара. Ну, дело в том, что зимний пожароопасный период, как я уже ранее говорил, он связан в основном, все-таки пожару происходит очень много от перегрузки электрооборудования, электросетей, также нарушение при обогреве, это топка печей с нарушением, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра топящие печи, соблюдать все необходимые разделки. В обязательном порядке предтопочный лист должен быть у печи, размером не менее чем 50 на 70 сантиметров, то есть металлический лист, если пол, а в основном полы все-таки в частном, да, на владениях деревянные. Вот. И перекаливание печи ни в коем случае нельзя допускать, потому что при перекаливании происходит перегрев, и, соответственно, где-то, возможно, происходят трещины, ну, и, значит, выходит продукты горения, в том числе могут выйти за пределы печи, и теплые потоки воздуха, соответственно, происходит возгорание сгораемых конструкций. Вот. В обязательном порядке иметь первичные средства пожаротушения в домах огнетушители, они должны быть в исправном состоянии. Это тоже не те большие нагрузки, какие-то материальные, да, но они очень, огнетушитель, он очень эффективен, на самом деле, при тушении пожара, при первоначальной стадии тушения пожара, это очень эффективное средство, которое полностью может потушить какой-то не очень большой отчаг пожара, и, соответственно, спасти и ваше жилище, вашу жизнь, там, и так далее, там, родных и близких, вот, от пожара. Поэтому вот элементарное соблюдение требований пожарной безопасности, они сохранят, спасут, сохранят жизни. Ни в коем случае не перегружать электросети, не оставлять без присмотра включенными электроприборы. Дело в том, что у нас на территории округа уже в текущем периоде 2020 года было зарегистрировано несколько случаев пожаров, причиной которой явились оставленные смартфоны на зарядке. Они были оставлены без присмотра, соответственно, и во время зарядки происходит вспышка этого смартфона, и если он лежит на сгораемой поверхности, то происходит возгорание этой поверхности, и, соответственно, происходит пожар. То есть без лишней необходимости не пользоваться, да? То есть зарядил, выключил, обязательно выключать из сети? Обязательно выключать из сети, ни в коем случае не оставлять на ночь смартфон на зарядке, то есть обязательно выключать из сети, Еще раз повторяю, это только в нашем городском округе произошли эти случаи. На территории Российской Федерации таких случаев очень много. Это должно быть практически под присмотром. Заряжаться должен где-то на видном месте, ни в коем случае не оставлять на очи. — В преддверии праздников очень актуален вопрос по применению пиротехнических средств. Какие меры и правила соблюдать людям при применении пиротехники? — Первоначально необходимо при покупке посмотреть, что приобретается, какое пиротехническое изделие. Пиротехническое изделие должно быть на русском языке, в обязательном порядке. Там инструкция по применению должна быть. Не должно быть никаких повреждений. Смотреть по сроку годности. Пиротехнические изделия тоже имеют определенный свой срок годности. Он указан на упаковке. Если это все соответствует, то значит это нормальное, хорошее пиротехническое изделие, которое пригодно для использования и развлечения. — При использовании пиротехнических изделий необходимо в обязательном порядке установить пиротехническое изделие. Это, как правило, салюты, фейерверки, которые должны быть установлены на ровную поверхность. — Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки в обязательном порядке. Если вдруг фитиль загорелся и сразу потух, не нужно подходить сразу, нужно выждать определенное время, чтобы убедиться, что фитиль потух, чтобы не было внутреннего горения фитиля. — Если человек попытается зажечь второй раз этот фитиль, то здесь уже начнутся залпы, выстрелы, и поэтому человек может получить травмы, а то и погибнуть в зависимости от того салютного заряда, который поджигается. — После использования пиротехнических изделий нужно поджечь и уйти на безопасное расстояние не менее 30 метров. Вообще пиротехнические изделия запрещено запускать на расстоянии менее 30 метров от жилых строений. На территории нашего городского округа расположено 16 официальных мест запуска пиротехнических изделий, которые утверждены постановлением главы городского округа. С этими местами запуска пиротехнических изделий можно ознакомиться как на сайте администрации Ленинского городского округа, и мы также в средствах массовой информации, то есть через газету, через наш телеканал любимый, распространяем эту информацию, где именно располагаются эти места запуска пиротехнических изделий. Если все нормально, салют запущен, посмотрели, то сразу к нему тоже подходить нельзя. Должно быть пройти несколько минут в любом случае, чтобы вдруг какой-то из зарядов произойдет задержка, и когда, если вы соберетесь убрать свой салют, утилизировать, может произойти опять заряд. То есть после того, как произведен запуск, полный запуск фейерверка, необходимо выждать несколько минут, и только потом приступить к утилизации. Утилизируются твердые бытовые отходы пиротехнические изделия. Вообще по закону с какого возраста можно брать в руки пиротехнику? Вообще по закону продажа лицам, ну и соответственно и пользования лицам до 16 лет запрещена. То есть и запускать, соответственно, только с 16 лет? Не ранее, чем с 16 лет. Вообще пиротехнические изделия, также вот хочу обратиться к родителям, да, будьте внимательны своими детьми, объясняйте им тоже, что пиротехнические изделия, они очень опасны. Любая даже маленькая петарда, она может, может ребенок просто не вовремя ее бросить, да, она взорвется в руках, и в худшем случае даже может произойти ампутация руки потом по результатам этой травмы. В лучшем случае, если просто какой-то небольшой ожог, если это будет действительно маленькая петарда, мы убедительно просим родителей провести беседы со своими детьми в обязательном порядке. Ни в коем случае до 16 лет детям не пользоваться пиротехническими изделиями, в том числе и какими-то маленькими развлекательными петардами. Сергей Владимирович, недавно мои коллеги были в гостях у Вашего ведомства и снимали материал, как сотрудники сдают кровь на антитела коронавирусу. Я так понимаю, что анализы сдаются регулярно. Вообще спасатель должен быть здоров в первую очередь, чтобы оказать помощь. Давайте посмотрим этот материал. Порядка 20 человек записались на сдачу крови на антитела к коронавирусу. Но когда сотрудница в РКБ приехала для забора крови, желающих оказалось намного больше. Специфика условий нашей службы. Да, мы понимаем, что у нас одно спальное помещение, у нас одна комната приема пищи. В кабине боевого расчета вообще невозможно предусмотреть какой-то социальной дистанции. Поэтому, естественно, и тем более в преддверии праздников, нам важно понимать, может быть, у кого-то острая фаза, может быть, у кого-то надо отстранить от несения службы, чтобы нам сейчас не допустить каких-то провалов в личном составе. Пример подчиненным подают руководители. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дешкин кровь на анализ дал одним из первых. Узнать с момента пандемии, не был ли я болен, может быть, уже болезнь протекала как-то бессимптомно и так далее, чтобы узнать, есть ли антитела в организме и понимать свое состояние на будущее. Заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы Олег Савченко уверен, каждый из его коллег должен быть ответственным в это непростое время. Наша работа связана с профилактикой пожаров, встречей с населениями. Естественно, мы с ними общаемся, доводим основные требования пожарной безопасности. И нам важно знать наше состояние здоровья, чтобы не распространять, естественно, в случае заражения у нас данную болезнь и в целом инфекцию среди населения. За время пандемии в Видновской пожарно-спасательной части было выявлено 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Но люди, работающие здесь, ответственно относятся не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Поэтому подобные мероприятия по сдаче крови здесь, вероятно, пройдут еще не раз. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сергей Владимирович, а как часто сотрудники сдают анализ? И были ли заболевания? Сколько? Вы знаете, с начала пандемии в пожарных подразделениях Ленинского городского округа, в Ленинском гарнизоне пожарной охраны до ноября текущего года все было хорошо, никаких признаков заболевания ни у кого не было. Но в конце ноября, в начале декабря стали выявляться признаки заболевания коронавирусной инфекцией. То есть, изначально сотрудники, находясь в домашних условиях, в свободное отнесение службы время, они начинались чувствовать себя плохо, соответственно, обращались медицинские организации, проходили тестирования и, соответственно, у них были выявлены заболевания коронавирусом. Всего это 9 сотрудников было выявлено. В связи с этим нами, руководством Ленинского гарнизона пожарной охраны было принято решение массовой задачи анализов на наличие заболевания коронавируса и также на наличие антител в организме наших сотрудников. Дело в том, что просто наша специфика службы такова, что, как уже было и сказано в сюжете, у пожарных есть одно помещение для приема пищи, они находятся вместе, караульное помещение, комната отдыха в том числе, везде пожарные, они находятся в непосредственной близости друг к другу. Особенно в пожарную машину, в любом случае они едут к месту следования на пожар вместе, поэтому контакт здесь, маску в данных условиях не наденешь, не спасешься никак, потому что это те боевые условия, которые специфичны для нашей службы. Поэтому, чтобы максимально выявить количество вдруг заболевших и так далее, было принято решение прохождения тестирования. Ну, вы знаете, результаты показали то, что действительно три человека, они за время пандемии, у них болезнь протекала бессимптомно. Бессимптомы и анализы показали наличие антител, коронавирус на данный период времени. Новых каких-то фактов по результатам данного тестирования выявлено не было. В принципе, на службу заступают все здоровые, постоянно мы тоже контролируем это все. Естественно, когда приходят на службу, контролируется температура тела максимальная. Все равно где-то при общении с людьми и так далее используются маски, масочный режим. Нам тоже никто не отменял, мы его не нарушаем. Что хочу сказать именно за сотрудников своего отдела. Мы очень видим активную профилактическую работу с населением, и всегда проводим эту работу в перчатках, в маске, для того, чтобы, во-первых, и самим не заболеть. И самое главное, не заразить вдруг от кого-то что-то. Мы все-таки заразимся, чтобы и не заразить, соответственно, с теми людьми, которыми мы проводим беседу. Бывают случаи, что люди напуганы. Мы даже какой-то агитационный материал, когда сотрудник в перчатках, начинаем передавать, и люди боятся брать его. Пандемия, зачем вы даете эту листовку? Таких случаев мы, конечно, не настаиваем, но, тем не менее, наш агитационный материал несет разъяснительные моменты, которые необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Поступают вопросы от наших телезрителей. Вот 15-летний Константин говорит, что его мечта стать спасателем. И он просит ваш совет, как ему это осуществить. И вообще, каждый ли молодой человек может стать спасателем? Екатерина, знаете, конечно, каждый молодой человек может стать спасателем. Главное, чтобы позволило здоровье для этого, необходимо иметь хорошее здоровье, потому что у спасателей очень серьезные и большие нагрузки на организм при тушении пожара, при спасении людей. Человек должен быть стрессоустойчивым и так далее. Ну, а 15-летнему парню хочется просто посоветовать активнее заниматься физической культурой, хорошо учиться, соответственно, никаких проблем нет. По окончанию школы необходимо пройти комиссию. Если молодой человек будет соответствовать всем показателям по здоровью, то потом необходимо подать документы в образовательное учреждение МЧС России, если он хочет очень глубоко погрузиться в это направление. И может поступить в Академию МЧС России, Академию противопожарной службы, которая находится в городе Москве, соответственно, пройти испытания определенные, которые требуют в первую очередь, самое главное, это физическая подготовка. Если пройдет физическая подготовка, то уже теоретические издания, они более как-то, их проверяют меньше, как в других вузах каких-то технических, ну и так далее. Главное, физическая подготовка. Ну, для того, чтобы стать, если без образования, то стать пожарным, именно пожарным, необходимо отслужить службу в армии. И, соответственно, если здоровье позволяет, пройти комиссию, пройти определенное обучение, трехмесячные курсы, и, соответственно, показать себя в положительной стороне в плане работы, выносливости и стрессоустойчивости. И тогда вы будете настоящим спасателем. Через несколько дней, 27 декабря, будет День спасателя. И в этом году 30 лет, как образована МЧС России. И я вас поздравляю, желаю быть всегда в строю, успевать приходить на помощь людям. И хотелось бы, чтобы вы поздравили своих коллег и жителей нашего округа. Да, действительно, этот год юбилейный для МЧС России. 27 декабря исполняется 30 лет со дня образования ведомства. Поэтому я хочу, в первую очередь, поздравить ветеранов, коллег с Днем спасателя, с праздником вас. Ну и также хочу поздравить телезрителей, жителей и гостей нашего Ленинского городского округа с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Здоровья, благополучия, удачи, берегите себя. А я напомню, что у нас в гостях был начальник отдела надзорной деятельности и профилактическая работа по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин